Как мы должны использовать это знание? Разница в структуре разума. Это знание использовать надо следующим образом. Эта разница указывает нам только на одну вещь, что мужчина для женщины это непобедимая сила, а женщина для мужчины это непобедимая сила. Победить невозможно. Если люди понимают, что они давлением друг друга не победят, то значит у них будет счастливая семейная жизнь. Все, это гарантия. Женщина по-женски, мужчину пытается победить, доказать ему свое. Мужчина по-мужски, когда они начинают эту войну, а на чем заканчивается война всегда? Только разрухой. И все, только разрухой. Поэтому примите этот факт, победить невозможно. Можно только простить и с любовью в шутке очень нежно и смиренно объяснять до тех пор, пока человек не поймет. Может быть год понадобится, может два, но другого пути нет. С любовью смиренно объяснять. А если он не слушает меня, Олег Геннадьевич, это значит, что вы ему не служите. Когда близкий человек служит, бескорыстно выполняет что-то, заботится о другом человеке. Мужчина бескорыстно просто на работу ходит и приносит зарплату. Женщина просто готовит спокойно, бескорыстно. То тогда в этом случае, тогда в этом случае появляется возможность обучать близкого человека. Если ты служишь близкому человеку, то у него в сердце появляется благодарность, которая раскрывается, ушки раскрываются. Когда человек благодарен, он не может не слушать. Ему придется слушать. Благодарность так делает. Бескорыстие рождает блага. Вот я, допустим, если бескорыстно читаю вам лекцию, у вас возникает желание слушать. Но а благодарность? Вы не можете не слушать. А если я корыстно читаю, мне что-то от вас надо, тогда вы не будете слушать. Нет благодарности, нет желания слушать. Итак, видите, очень важно знать, что если ты не служишь близкому человеку, у тебя нет возможности ему дать знания, которые ты хочешь ему дать. Бог заставляет нас давать знания близкому человеку. Нам лучше видно его недостатки. Но если ты ему не служишь бескорыстно, не выполняешь свой долг перед ним, у тебя нет шансов ему передать это знание. Невозможно. Надо понять, что такое бескорыстное служение. Допустим, если женщина готовит, мужу стирает по своей доброй воле, это бескорыстное служение или нет? Нет, еще не бескорыстное. Нет. Потому что у женщины есть такое свойство. Она легко служит, но требует назад всегда. Ей очень трудно отказаться от своего во время служения. Она может много мужчине служить, но она никогда не забывает то, что она сделала. Мужчине все наоборот. Ему очень трудно служить, но когда он что-то сделал все-таки, ему легко отдать. Мужчину очень трудно заставить работать. Но если он пошел на работу уже, он легко отдает деньги. Но если мужчина легко пошел на работу, надо знать, что деньги отдаст непросто. Значит, перевернулось все немножко. Мужчина щедрый, он отдает легко женщине то, что у него есть. Женщина легко служит, но то, что есть у нее, она не легко отдает. Вот, допустим, женщине легко мужу деньги отдать, которые она заработала. Легко мужу отдать деньги, которые ты заработал. Невозможно. Правильно, если она для удовольствия ходит на работу. А если не удовольствия на работу ходит? Это уже не работа, это хобби, мои хорошие. Для удовольствия. А вот если на работу она ходит? И он еще деньги от меня хочет, гад. Вот тогда будут проблемы. Так он хочет, да? Мужчина хочет, чтобы он просто работал, развлекался. А у женщины, чтобы был бизнес. Он так хочет, да? Ищите свою проблему. Домашнее задание. Или вы хотите, чтобы я нашел? Вы хотите, чтобы я нашел, да? Вот смотрите. Если мужчина очень расслаблен, значит, женщина очень напряжена. Если мужчина не хочет работать, значит, женщина хочет много денег. Понимаете? Нет? Она склонна, значит, быть добытчицей. Тоже работала. Это значит, что он хочет добывать деньги. И хочет, чтобы все добывали деньги. Это значит, что вы ленивые тогда. Все наоборот. А вы не хотите вообще работать никак. Хотите просто дома сидеть, как Олег Геннадьевич по лекциям сказал. И все. Так? А? Что скучно? А что делать тогда? На лекции хотите? Образование получать? Деньги пошел нафиг со своими деньгами, да? Так? Это нормально. Это женский эгоизм. Нормально. Не мужской. Это нормально, что он требует от вас работать? Нормально? Это неправильно. Смотрите. То есть у него мужской эгоизм, у вас женский. Он вас заставляет работать. Что надо сделать? Нет. Зачем идти на работу? Надо просто принять его таким, как он есть. Он требует на работу, чтобы выходить. Надо его принять. Надо помолиться немножко и принять его. Когда вы его приняли, вы расслаблены, такая спокойная. Он говорит, иди на работу. Вы смотрите на него. На какую работу, мой хороший? Я боюсь. Хочешь, чтобы не работало? Ну, тоже так. Значит, вы хотите работать, получается? Ну вот, все нормально. У вас нормальная семья. То есть он хочет, чтобы вы не работали, а вы хотите работать. Значит, все нормально. Надо не работать или надо молиться? Если две жены требуют от тебя, чтобы ты был с ней, это анекдот про Ленина, то надо одной жене сказать, что пошел в другой жене, а другой пошел, что одно, я сам на чердак учиться, учиться и учиться. То есть сначала молитва идет. Потому что проблема ведь не в том, что он требует от вас не работать. Проблема в том, что он приносит вам боль. А вам надо эту боль принять сначала. Мы же говорим, первая стадия принятия. Вы молитесь, принимаете боль сначала. А дальше что происходит? А дальше вы верите, что все будет хорошо у вас. Потому что у всех то же самое. Все сдают свои экзамены в этой жизни. Принимайте боль. Принимайте его таким, какой он есть. Он требует, чтобы вы не работали. И вы ему потом говорите, а повисаете ему на шее и говорите, я решила не работать. Не значит, что ваше желание будет уничтожено. Когда вы его расслабили, вы говорите, но я хочу хобби. Я работать не буду. А хобби буду делать. Хобби у меня. Это не работа, это хобби просто. Я туда хожу, не для денег. Все просто. Я же не могу все время дома сидеть. Он говорит, хобби согласен. Работа нет. А я уже объявил? Да? Все. Да. Можно мужу помогать. А он хочет? Нет? Нормально, да? Значит, там нет кармы. Вот если бы вы хотели помогать, а он не хотел, там есть карма, значит. У нас сегодня тема какая? Причины непонимания друг друга. Да? Мы разбираем. Это судьба. Причина – это судьба. Итак, разница в структуре разума мы разобрали. Дальше. Плохие астрологические периоды. Следующая тема – непонимание друг друга. Это непредсказуемая вещь. Вот смотрите, все хорошо у нас в жизни, мы любим друг друга. Вдруг наступает такой момент неожиданно, и жена остывает ко мне. Мы любим друг друга, потом бац, она остыла. Она говорит, у меня нет чувств никаких. Все. Это что значит? Это значит, что это обязательно пройдет. Некоторые люди думают, что мы улюбили друг друга, у нас были чувства, потом бац, у жены нет чувств. Некоторые думают, все, теперь навсегда нет чувств. Это неправильно. Это означает плохой астрологический период, когда неожиданно наступает то, чего никогда не было. Неожиданно. И даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок. Неожиданно вещь происходит. Что нужно делать? Молиться. Больше выполнять свои обязанности и терпеть эту ситуацию. Верить, что все будет хорошо. Вот это надо делать. Это испытание нашей веры. Видите, есть и разные испытания. Одно испытание, это испытание на то, чтобы мы поняли, как правильно жить. Вот до этого мы все это испытание разбирали. А теперь другое испытание. Испытание веры моей. Веры, что у меня все хорошо, у меня правильная семья. Испытание веры моей. Понимаете? Веры в Бога, что Он не зря нас соединил. Что мы неразлучны. Вера нужна. Вера, понимаете? И вера что делает это? Побеждает карму. Близкий человек думает, я вроде бы, мне холодно с ней. Я хочу уйти. Но она как-то вот очень сильно настроена. Я подожду чуть-чуть, подумаю. Он говорит, я уже решил уйти. Ну подумаю. Подумаю означает ваша вера. Называется победа над вашей судьбой. Теперь вопрос, а почему это возникло? Потому что я в прошлой жизни бросила кого-то. И в результате в этой жизни есть сила, которая заставляет бросать меня уже. А я как эту силу побеждаю? С помощью веры и молитвы. То есть плохие периоды жизни побеждаются убежденностью внутренней. Для того, чтобы их преодолеть, нужна стабильная духовная практика. Каждый день нужно молиться, чтобы у тебя накопилась сила побеждать судьбу. И эту силу потом надо в это вкладывать в судьбу уже, в жизнь. В веру, убежденность. А я верю, что мы совместимы. Или изменил близкий человек. А я верю, что я смогу ему простить. Сейчас я не могу простить, но я верю, что смогу. И что он не будет изменять мне больше. Я в это верю. Хотя признаки другие. Он говорит, я всю жизнь буду изменять. У меня такая природа, я не могу не изменять. Все, прими меня таким, как я есть. Я буду изменять тебе. А я верю, что не будешь. Ну, смотри, верь. А мы молимся дальше. Наглость побеждает убежденность. Убежденность побеждает наглость в конечном счете. Наглость это временное явление. На чем наглость основана? На чем наглость основана? На влиянии планет она основана. Наглость это сила, которая проявляется у человека временно. А убежденность это какая сила, которая действует постоянно? Наглость нужно терпеть. Если кто-то по-наглому на работе к вам относится, знайте, что это временное явление, потому что его полномочия мучить вас скоро закончатся. Надо просто терпеть, продолжать работать, желать ему счастья, быть уверенным, что скоро это закончится. И наступит момент, у него не будет силы дальше раздражать вас. Не будет силы такой. Почему? Потому что все злые вещи происходят временно. Они уполномачивают людей только потому, что приходит время это делать. Почему директор хочет выгнать с работы? Потому что пришло время так к вам относиться. Если вы уверены, что все хорошо, тогда он не сможет. Или если смог, значит, у меня не хватает духовной силы. Или, значит, так надо. Потому что бывает так, что я молюсь Богу, а он меня все равно выгоняет с работы. Это значит, что будет лучше. И в сердце это подсказывает. В молитве сердце говорит, все хорошо, не волнуйся, у тебя будет лучше работа теперь. Понятно, да, система? Веды говорят, тот, кто творит добро, того никогда не одолеет зло. Она может одолевать. Если человек идет путем правильным, то тогда он всегда побеждает. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра. Я в бане когда был, разок, с друзьями в бане были, и один человек, ну, близкий, ну, как бы, друг, он говорит, а можно консультацию? Он такой, не близкий друг, в бане, можно консультацию? Я говорю, в бане и в туалете консультации не даю. Когда пою, тоже на вопросы не отвечаю. Понятна система? Теперь можно вопрос. Вам смешно, да, стало теперь? Нормально, это нормально. Вопрос важный. Так. Расстаются. Нормально. Создают новые счастливые браки, да. Расстаются, плохо расстаются, создают новые счастливые браки. Хорошо расстаются, как. Просто расстались, да. Как разошлись, как в море корабли, да. Новые счастливые семьи. А потом, в новых счастливых семьях, они тоже расстались, разошлись, как в море корабли. Пять лет еще не расставались, но все впереди. Это имперсонализм. Есть персонализм, есть имперсонализм. Смотрите, имперсонализм, это холодные сердца. Люди встретились друг с другом, холодными сердцами жили, потом холодно разъехались. У них была семья или нет? Семья означает связь между сердцами. Обручальное кольцо, непростое украшение. Двух сердец оно решение. Двух сердец. Не двух мозгов, не двух половых органов, а двух сердец. Означает связь. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Нет душевного разговора, не будет серебряной свадьбы. Понимаете, когда один человек уходит от другого, сердца друг друг другу. Получает операцию без наркоза. Больно становится очень. И за это придется отвечать. Но когда два человека разошлись, как в море корабли, это значит, что они никогда и не сходились. Никогда и не сходились. Это значит, что между их половыми органами была связь, а не между их сердцами. Сейчас люди так греховно живут, что они просто сходятся на уровне половых органов. У них нет непонимания друг друга. Часто нет сердечного разговора. Ничего нет. Просто один секс и все. И они живут какое-то время. А когда секс заканчивается, связь на уровне секса, они что? Весна какая выпала, какие дни настали, на что же мы обиделось, зачем же мы расстались? Весело все. Ну, то есть, секс закончился. Как там это, Остап это? До свидания, твой песик, да? К обеду не жди, твой песик. И пошел, да? Поспал. Сылочка-людоедка. К обеду не жди, твой песик. Не было печали, просто уходило лето. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Ну, ладно. Тема закрыта, нет? Не закрыта? А что, боитесь, что разорвет вас судьба с мужем? Ничего не бойтесь. Но и не расслабляйтесь. Просто молитесь Богу. Если он захочет вас наказать, обязательно накажет. За то, что вы разошлись с своим близким человеком. Если он был близкий. Но, скорее всего, он не был близким. Просто, как собачки, знаете, снюхаются, сексом позанимаются, потом побежали в разные стороны. Иногда люди, как собачки, встречаются. Гражданский брак. Гражданский брак означает, люди не... Ну, если люди... Если люди родственники, какой гражданский брак? Пошли расписать. Мы же родственники. Какой гражданский брак? Но если мы не родственники, просто чужие люди живут вместе. Это собачки. Нет сознания еще. Нет понимания глубины отношений. Нет жизни нормальной. Есть просто сон. Люди во сне живут просто еще. Это нормально тоже. Надо развиваться просто и сна выходить. Движемся вперед, да? Что делать с кем? Что делать с кем? Что делать с кем? Что делать с кем? Делать с кем? Что? Собой. Первую стадию преодолели. Объясняю Смотрите Вот это вот то, что вы объяснили Это тема нашей лекции сегодня Просто чуть-чуть попозже Сейчас анонс сделаю Поймите такую вещь Что если в вашей жизни В ваших близких происходит беспредел Причина только одна Близких, которые от вас зависят Младших близких Причина только одна Ваша бездуховная жизнь Запомните, что когда человек В сферу веры входит Там есть совесть всегда Бессовестного поведения рядом с ним не может быть Потому что человек это существо Не отгороженное Он очень сильно соединен Со всеми близкими, понимаете Со всеми родственниками соединен Если вы молитесь Солнце не только в вашей жизни Восходит, а также и касается И их, а если солнце Кошает, касается вашего сына Он не будет бессовестно себя вести Его причина этой бессовестности Это низкий уровень духовности В вашей жизни Запомните это Только в этом причина Я молюсь и Ушел и Нормально Нормально это объем работы Вы сейчас сказали Объем работы Вот сколько бездуховности У вас в жизни было Вы сейчас сказали Объем работы Значит надо сколько молиться Чтоб он пришел Всю жизнь? Нет, не всю жизнь Просто сильно надо молиться Сильно Вы жили Сильно слабо Неправильно жили Теперь сильно Сильно живите Если человек был бандитом Как ему надо теперь жить? Очень сильно жить Помните фильм Остров Человек там Вроде бы убил кого-то Потом он сильно С этим раскаялся Сильно прохая жизнь Должна дать Сильно хороший Потом результат Если человек Сильно плохо мог жить Теперь надо сильно Хорошо уметь жить А не хныкать Когда человек хнычит Это значит Что он? Лентяй В духовном плане Лентяй Просто Вот это никогда Не поощряется Судьбой Вы можете Имеете право Чувствовать Объем работы Вы не имеете права Ныть на судьбу Ни один человек Не имеет Это означает Разрушенная жизнь Сколько бы Бог Объем работы не дал Столько мое Это значит Мне столько положено Если мой ребенок Ушел уже из дома Вот в этих отношениях Ничего страшного Из вашего сердца Он уйти не может Он с вами связан Вы молитесь На него это влияет Видите У вас не хватает знания Как это все работает Знания дают веру И победу Пробуйте Как я сказал Дерой Страх Отсутствие знания Там где нет знания Там есть страх Страх преодолевает С помощью слушания Когда человек слушает лекцию Наполняется знанием Страх уходит Там где есть страх Нет знания Там где нет знания Нет поступка Поступок идет Из веры только Человек не может Пустоту идти Ему нужна вера Основа какая-то Понятно? Теперь вы виноваты В том Что так произошло? Просто живите дальше Поймите Что так бывает У всех Это и есть Наша жизнь Она предназначена Для учебы Она не предназначена Для того Чтобы теперь Погрузиться в вину И в ней жить Вина Это всего лишь Объем работы Живите дальше Смело И побеждайте Свою судьбу Посмотрите Как ваш ребенок Вернется назад Посмотрите на это Это будет Вашим счастьем Хорошо? Мы немножко Движемся вперед Иначе мы Тему не раскроем Итак Плохий Астрологический Период Видите Раз Ушел С одной стороны Плохой Астрологический Период С другой стороны Надо понять Смотрите Тема Очень важная Часто люди Думают Что решение Вопроса Кроется В каком-то Действии Например Сын ушел Надо его Как-то притянуть Это не решение Вопроса Чаще всего Вопрос так Не решается Если мы Притянуть Не можем Значит Мы не в том Пласте Находимся Жизни Попытайтесь Это понять Что есть Разные Пласты Жизни Вот представьте Себе Ваш сын Воспитывался В среде Совестливых Людей Постоянная Молитва Постоянная Духовная Жизнь Он видел Алтарь Перед собой А не Телевизор Всю жизнь И вдруг Он ушел Это Закономерно Нет? Нет Значит Скоро Придет Сам Сам придет Незакономерно Не надо Беспокоиться Все будет Хорошо с ним Потому что Скоро Сам придет Это Плохой Перед Он скоро Закончится Но если Он ушел Мы плохо Жили Неправильно Смотрели Всякую фигню По телевизору Всю жизнь Ругались Там с мужем Обижались Друг на друга Богу не верили Бога не молились Там Спасты не соблюдали Ничего не делали Для развития Самосовершенствования Он ушел Он ушел Это Закономерно Да Придет Назад Нет Что надо Делать Жить правильно Чтобы Это стало Незакономерно Войдите В ту жизнь В которой Такой поступок Не является Закономерным Карма Плохая Закончится Он вернется Сразу Вот и все Он не будет Способен Остаться Там Да А если Ребенок Ваш Ушел В монастырь То Это значит Что Если он Достигнет Там Если он Не справится С собой Вернется Назад То он Будет жить Счастливо В этом мире Он отработает Свою плохую карму Я знаю Много ребят Которые Живут Как монахи Вот у меня Есть ученики Они живут Как монахи Учатся И некоторые Не выучиваются Но потом У них Год за три То есть Они Те годы Которые Меня провели Они становятся Очень крепкими И разумными И всем Успешными Людьми Становятся В жизни А если Не ушел Знаете Если ребенок Останется В монастыре И дойдет До туда Весь свой Путь Духовный Пройдет Там Веды Говорят 12 поколений До И 12 Поколений После Получат Его духовную Силу Ну то есть Все эти Для всех этих Людей Становятся Ангелом Хранителем Той Личностью Который Побеждает Судьбу Всех Близких Вот сейчас Ваш сын Побеждает Судьбу Вашу Знаете Об этом Или нет Ваша Жизнь Стала Гладкой Не как Раньше Стала Спокойнее Глаже Перепадов Больших Нет Это 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 Заслуга Не Ваша Что Стала Гладкой Я Это Вижу У нас Всегда Будут Экзамены Но Того Что Было Раньше У вас Были Очень Тяжелые События Связаны С Работой Там Много В чего Было Сейчас Все Спокойно Никогда У человека Полностью Гладкой Жизни Будет Но Основные Косяки Жизни Тот Человек Который Духовной Практикой Близкой Занимается Он Срубает Он Становится Ангелом Хранителем Судьбе Человека Понимаете Вы думаете Олег Геннадь Если бы У вас Сын Ушел В монастырь Посмотрели Мы Как Вы Думали В это Время Он Вас Лишил Счастья Да Ваш Сын Материнский А Что Он Сделал Без Без В Какую Тьму Да Он Ушел В Опасность Без Без Известность Да Он Ушел Так Нет А Что Тогда Ну Все Понимаете Тогда Зачем Вопрос Задали Чтоб Я Вас Похвалил Или Зачем Не До Конца С Плохим Передом Разобрались Если Что То Происходит И Не Кончается Это Значит Что Я Неправильно Живу Если Я Правильно Живу Это Значит Что Скоро Закончится Понятно Да Не Надо Думать Что Если Я Живу По Свински Плохой Период Когда Закончится Почему Мы Расходимся Друг С Другом 80% Разводов Сейчас В России Причина Бездуховность Не Потому Что Мы Такие Вот Не Можем Быть Вместе Бездуховность Жизнь Неправильная Эгоизм Не Преодолевается Духовной Силой Он Нарастает Как Происходит Отношение Эгоизм Нарастает 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 Скандалы Все Больше 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 Или Все Больше Желаний Изменять И Разлетелась Семья Почему Она Разлетелась Потому Что Без Бога В семье Жить Вместе Невозможно Нет Духовной Практики Дома Нет Гарантий Что Не Развалится Семья Потому Что Это Бессовестная Жизнь Дает Бессовестное Поведение Совесть Всегда Существует Только Там Где Есть Вера Вера Бога Там Есть Совесть Нет Веры Бога Нет Совести Нет Совести Все Что Угодно Жил Со Мной Человек Ушел Все Гарантий Нет Никаких 80% Развода Какая Гарантия Что Ваш Брак Сохранится 20% Без Бога Там Где Есть Вера Эти Газокономерности Сразу Начинают Уменьшаться Потому Что Хочется Чужой Девушке Хочется Красивой Девушке Жена Же Менее Красивая Становится Девушки Вокруг Более Красивой Становится Они же Все Молодые А жена Стареет Но Так как Совесть Есть Поэтому Он Не сможет Уйти Мужчина Будет Терпеть Он Примет Это Примет Это В жизни И Он Увидит Много Другого Хорошего Потому Что Любовь Начнется Настоящая Не Влюбленность А Любовь Все К Влюбленности Стремятся Когда Человек Любовь Капельку Любви Получает Получает Семей Тогда Это Его Окрыляет Любовь Означает Служение Это Не Означает Наслаждаться Близким Человеком Секс Это Не Любовь Секс Это Просто Влюбленность Любовь Это Служение Она Рождает Веру И Искренность В отношениях Чистоту Уважение К друг Другу Рождает Любовь Другая Вещь Совсем Следующая Тема Причины Нежелания Принимать Советы Причины Нежелания Принимать Советы Непонимание Друг Друг Природы Друг Друга Вот Допустим Чего Будет Советовать Женщина Мужчине Вот Моя Жена Мне Советует Быть Аккуратным Быть Опрятным Не Пачкаться Во Время Еды Вот Не Перегружаться Не Ходить Раздетым На Холодный Воздух Спать В Теплой Постели Не Открываться То есть Она Мне Советует Не Говорить Глупости На Лекциях Кстати Мне Советует Не Говорить Плохих Слов На Лекции Никогда Петь Правильно Не Нарушая Слова И Мелодию Ритма Я Не Могу Петь Правильно У 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 Могу Одна Женщина Подошла Ко Мне После Я Говорит Пять Лет Ваши Лекции Слушаю Я Из Музыкального Училища У 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 Женское Мышление Означает Все Правильно Делать Золушка Знаете Золушка Есть Буратино Золушка Буратино Он Все Правильно Делать Нет Как Может Так И Делать А Золушка Все Правильно Надо Чтобы Делать Это Женская Природа Видите Я Просто Один Пример Природы Привел Один Вариант Всего Понимания А Если Тысячи Таких Вариантов Просто Надо Признать Что Если Человек Близкий Одно И то Же Повторяет В действиях И Постоянно Мучает Меня Это Значит Действует Его Природа Просто У Женщин Они Хотят Чтобы Все Было Чисто Аккуратно Потому Что Ими Движет Страх Там Где Нечистота Там Злые Духи Влияют У Женщины Очень Сильная Чувствительность Поэтому Они Боятся Злых Духов А Мужчине Побарабану Эти Злые Духи Потому Что У Него Слабая Чувствительность На них Поэтому Он Живет Как Может Неаккуратно Унитаз Не Закрывает Думает О своем Нормально Это Нормально Есть Мужская Природа И Женская Что Такое Непонимание Друг Друга Причина Нежелания Принимать Советы Непонимание Друг Друга Чего Ты Меня Замучила Своей Аккуратностью Сколько Можно Уже Я Не Могу Быть Таким Аккуратным Как Ты Непонимание Природы Женщина Не Может Не Мучить Аккуратностью Ей Легче Умереть Чем Не Мучить Этим У нас Женщина То Мужчина Не Может Вот Так Ходить Аккуратно Все Время Поднимите Руку Женщины Которые Хотят Чтоб Муж Вот Такой Был У Все Время Аккуратно Поднимите Руку Есть Такие Женщины Есть Да Такие Нет Она Нет Она Не Поднимает Руку Видите Она Не Хочет Сейчас Поднимет Видите Она Так Его Замучила Что Ее Руку Ей Поднимает Она Больше Не Будет Все То Причина Непонимания Друг Друга В чем Заключ А Не Она Не Будет Обещать Вы Ее Сейчас Не Трогайте Она После Лекции Вас Просто Придушит Сейчас Не Будет Ничего Говорить Она Будет Молчать Женщина Стеснительная По Природе Она Все Запомнила И Вам Это Потом Скажется Причина Непонимания Друг Друга Заключается Непринятие Природы Природа Женщины Делать Замечания Надо Принять Когда Принимаешь Легче Становится Вот Допустим У меня Жесткая Постель Как Заснуть Да Надо Сказать Мне Нормально Мне Так Положено Жесткая Постель Все Надо Принять Расслабиться На жесткой Постели Сразу Станет Мягко Работает На 100% Но Если Думать У меня Жесткая Постель Всю Ночь Будешь Не Спать Слишком Мягкая Постель Надо Расслабиться Опять Сказать Нормально Будем Спать На Слишком Мягко Пора Заканчивать Да Саша Ну Мы Не Все Прошли Вообще То Вообще Ну Не Знаю Что Делать Столько Я Написал Всего Ну Мы Это Будем Продолжать Наверно Как Двигаться Вперед Ну Будем Все Смешивать Да К сожалению Ну Вы Довольны Все Нормально Все Хорошо Я Не Могу Кратко Говорить Мне Надо Разжевывать Все У Нас Сейчас Будет Тренинг То Есть Это Важная Часть Нашей Программы Очень Важное Мероприятие Мы Будем Сейчас Желать Всем Счастья Это Нужно Для Того Чтобы Дома Потом Дома Научиться Молитве О Календарик У меня Есть один Помощник Его Зовут Артем И он Мой Артем Помощник Он Очень Энтузиаст Большой И он Вот Такой Календарик Сделал Которым Вот Мои Высказывания И Счастливые Лица Календарик На Четырнадцатый Год Такой Календарик Я Когда Увидел Эти Лица Из Высказания Все Мне так Понравился Календарик Я согласился Его Сделать На свою Голову Потому что Он потом Меня достал Чтобы его Распространять Везде Теперь Есть Календарик Ну В общем Если хотите Покупайте Вот Такой Календарик Есть Наш Закон Счастливой Жизни Называется Вот Вот Такой Красивый Со всех Сторон Все Прорекламирую Итак Все Сели Прямо Мне Нравится Хороший Календарик Но Заставляет Распространять Я принимаю Это Сейчас Подышу Немножко И Приму Так Очень Важная Тема Проблема Заключается В том Что Мы не умеем Это делать Вот То Что И побеждает Судьбу Мы это Делать Не умеем Мы Мы сейчас Принципы Молитвы С вами Пройдем Сейчас Мы не будем Молиться Потому что У каждого Разная Вера Своя Но Мы сейчас Принципы Эти Пройдем И Потом Вы Дома Будете Применять Смотрите Принцип Такой Любой Молитвы Первый Принцип Я Настраиваюсь На Святость Молитва Не означает Что-то Бубнить Молитва Это Движение Куда-то Которое Побеждает Мою Судьбу Я Настраиваюсь На Святость То есть Какая Святость Бывает Давайте Изучать Есть В моей Жизни Святости Или Нет Смотрите Это Может Быть Святой Человек Допустим Мне Нет Святого Человека Но Если Вы Верите В Сергея Радожского Серафим Саровского Даже Если Это Не Ваша Вера Святой Человек В вашей Жизни Уже Есть Дальше Это Святое Место У меня Нет Святого Места В жизни Но Если Вы Узнали От Кого-то Близкий Человек Вам Сказал Я Стоял Там К Святой Матроне Очередь Выставил Выставил Попросил У нее И все Сбылось Значит Есть Святое Место Значит Есть Место Где Можно Получить Милость Благословение Вы уже Узнали Об этом Значит У вас Есть Такая Вера Ваша Жизнь Теперь Есть Имя Бога Допустим Мусульманской Вере Пишут Имя Бога Поклоняются Имени Бога Есть Священное Писание Ставят Священное Писание Поклоняются Священному Писанию Один И тот Же Результат Получается Во всех Этих Случа Святость Это Сила Которая Настраивает Нас Правильно А судьба Это Сила Которая Разрушает Правильный Настрой Для Того Чтобы Правильный Настрой Оставался Человек Каждый День Должен Настраиваться На Святость Как Вы Будете Это Делать Только В Своей Вере Если Нет Своей Веры Значит В Той Которая Ближе Делайте Это Так Как Удобно Вашему Сердцу Я Не Предлагаю Вам Веру Конкретную Традицию Культуру Я Предлагаю Вам Метод По Которому Человек Побеждает Свою Судьбу Метод Известный С древних Времен Ничего Не Придумано Итак Я Настраиваю На Святость Настраиваюсь На Святость Как Настраиваться Мысленно Кланяться Святости Первый Способ Я Хочу Выполнять Твои Наставления Вспоминать Наставления Разный Тип Мышления Вспоминать Наставления Святого Человека Или Святости Или Священного Писания Дальше Третий Способ Верить В Святость Думать О Святой Земле Думать О Священном О чем И Дальше Для того Чтобы Это Сработало В Моей Судьбе Для Этого Мне Надо Применить Истинное Эго То Я Я должен Сказать Вот это Вот то Что я Почувствовал Я должен Сказать Я Желаю Всем Счастья И Вот То Самое Что я Почувствовал Отдать Другим Не Держать Внутри Себя Оно Прокиснет Отдавать Другим Человек Может быть Только Проводником Энергии Счастья Он Не Может Задержать Себе Энергии Счастья Желание Задержать Себе Счастье Это И есть Деятельность Ложного Эго Которая Разрушает Жизнь Человека Я Желаю Всем Счастья Вспоминаем Святость Я Желаю Всем Счастья Вспоминаем Святость Если Ничего Не Вспомнили Чего Желать Тогда Надо Плакать Я Хочу Вспомнить Хочу Вспомнить Святость Я Желаю Всем Счастья Вот Так Надо Первый Этап Погружение Я Забываю Про Все Начинаю Желать Всем Счастья Вспоминать Святость Второй Этап Успокоение Этапы Которые Будете Проходить Сердце Становится Спокойно В жизни Третий Этап Знание Неожиданно Я Узнаю Как Жить Мне Приходит Ответ Правильный Четвертый Этап Вера Я Знаю Что Это Работает Система И Буду Ее делать Опять Вновь И Вновь Я Желаю Всем Счастья Я Желаю Всем Счастья Я Желаю Всем Счастья Я Желаю Всем Счастья Я Желаю Всем Я желаю всем счастья. 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 Сейчас, кто захочет цветочек, может подойти. Субтитры создавал DimaTorzok